всем привет ребята это новый выпуск супер бабушки если вы ждали этот выпуск буду благодарен за лайки напоминаю что выпуски выходят два раза в день время можете угадать сами вы меня экстрасенсы а у нас сегодня будет бабушка байкерша короче такая особенная женщина кто смотрел предыдущие выпуски ссылку то оставлю в описании тут понимать что это будет полный трешняк меньше слов ближе к делу мы начинаем сначала освежим нашу память давайте о это сегодня и уже думали что супер можно быть и у будь-якому веке акукара акукара а это убаю кирши бабушки да лучше подруга это мучка да а уж инкей и кидалка что тильки мриют отримать и звания супер бабуси это сегодня бабуся экстрималка виктория я прыгала с парашюта катаюсь на мотоцикле по голову крокодила лежит яка разум и зонукою досліджуя океан вражень моя внучка маша моя лучшая подружка все моя лучшая подруга хотя так и соскал что там трешняк это и так и оказалось самая трешоковая бабушка и она сейчас у нас будет готовьте попкорн ребята мы с ней везде вместе большую порцию я мастер спорта по конькобежному спорту яка знает як вы если это попкорна можете бутерброды но если вы на правильном питании не знаю возьмите блин шпинат ты золотых внуки в внуки у меня как спортсмен если тренер не будет строгим спортсмен не достигнет никаких результатов бабуся домогосподарка алла хорошая женщина я люблю готовить убирать заниматься хозяйством молодец яка не навязывается донси зі своїми порадами у вихованні вон саморазвитием только что ребенком занималась картинки показывала ребенку говорили не занимается ребенка должна заниматься только мама а бабушка праздник и потешка та роскішна бабуся вики я из тех бабушек которые пекут пироги я из тех бабушек которые считают что нужно с возрастом еще больше ухаживать за собой яка впевнена аби бути хорошою бабусею не обовязково бути завжди поруч я нахожу время заниматься собой и никогда не забываю про свою внучку я созваниваюсь раз в день по соцсетям ну такая кожа подтянутая у нее першою до себе у гості запрошу вала бабуся домогосподарка Алла я для вас приготовила вкусный торт та жінки были обурені что Алла недостатньо втручается у виховання онука ты должна представляете каких обурила ты мало в как бы вмешивайся в личную жизнь своей дочери ты должна как бы а ну скажи кто здесь бабушка главная мама считаться и мама должна постоянно тебе помогать я уже выросла Алла вообще не имеет никакого влияния на свою дочь и на воспитание внука давайте мы готовы все доставайте свои пищевые запасы а зараз приготуйтеся до экстремального гостю вань я уже на туре меня зовут вика мне 53 года не замужем у меня неудивительно продолжаем дальше простить два сына и внучка от старшего сына маша 8 лет вообще я экстремальная бабушка я ездила на мотоцикле максимальная скорость 180 километров в час ты больная просто нужно тему сказать есть чем гордиться бля ехала мотоцикле 180 эх жалко что ничего не пройдут план не буду решу жалко в интернете есть такие видео как происходит просто бля только в интернете видосик остается после этого голос парашютом 4 километра 200 метров чем гордиться я ехала 180 километров в час экстриму приучаю свою внучку мы с ней ездим на скорости максимум 100 километров в час я приучаю внушку скорости там ребенок угоняем да она в городе едет на узких улицах сотку прикиньте это какая скорость где в городе светофоры в киеве сотка сзади нас полициях и нас еще не остановить моя внучка маша моя лучшая подружка мы с ней везде вместе она какой треш ходим на маникюр она мне выбирает цвет ногтей значит это тот тип людей думаешь господи пожалуйста не размножайтесь не воспитывайте никого не детей не внуков пожалуйста не надо это жесть мы можем покрасить ей прядку волос у меня самая красивая и самая модная так как у меня единственная внучка я не пола где у внучки мама я разрешаю абсолютно все когда я ездила в грузию я привезла внучки чемодан вещей и я ни капельки не жалею что я деньги вложила во внучку я в этом была в этом была в этом тоже была я супер бабушка потому что я балую свою внучку и даю ей все больно я там и лучше просто и потом вырастает знаете потом богиня шопинга вы мне простите бля купи мне это нет ты чё бля чепушила купи мне платье это чё оценят такие методы выхования и чеба буси и шо подходим мы к дому подъезжает мотоцикл я смотрю мотоцикл крутой это кто не понял а я думаю что за товарищ идет к нам привет красотки привет красотки я не поверила своим глазам пика на мотоцикле она очень попросила мужика чтоб я как бы а можно чтоб я как бы на пафосе подъехал он типа у меня мотоцикл есть типа если шо типа ты мой хахаль там ухажешь за мной вообще у меня мужика как бы нету но ну ты понял на классная фигура этот крутой шлем эти ботинки мне понравилось я была в восторге у меня шок я не могу сказать что я очень чопорная да ну гонять с молодым мужчина на байке и кайфовать от этого мне непонятно открой секрет что это за мужчина это останется тайной мой какой-то и надисова сказал тебе не мужика нету никого те мужики все козлы какой тайны блин группе написала блин коля хочешь короче на телек попасть дал можешь мне подкатить с тобой будет снимать и можешь даже шлем снять чтобы показали тебе хорошо малыха ай загадка бля господи может это ее парень может больно какой-то молоденький малышки кого прокатить боже мой блять петь испанский стыд блять малышки классно мотике с красивым мужчинам молодым как я могу не согласиться красивая конечно я машины такие люблю но чтобы это не машина это мотоцикл тулов для бабушки это неприемлемо это нецелесообразный риск это движение это такой драйв я это люблю да на скорости вылетать еще с него вот этот драйв этот экстрим такой через переднюю ну ладно что это девочки это потрясающе вы должны попробовать я хочу попробовать это шоу аттракцион у нас блять новый или что кто следующий меня вот алла удивила что она тоже с легкостью запрыгнула на мотоцикл и поехала короче ладно тут типа вокруг дома покатались хорошо это круто оксаночка не не буду не рискнешь нет это супер драйвов у меня есть ответственность перед своей семьей за свое здоровье я еще не все сделала в этой жизни это ребячество зрелый мудрый человек так себя не ведет согласен люди на умные на мотоциклах не катаются ужас какой детства жопер оттуда не согласилась но я думаю в душе она все-таки хотела прокатиться все-таки свой статус женщины она удержала андрюш пока андрюш плеть все сладким и все мои девочки давайте мы сладкие ну что девчонки как вам сюрприз сюрприз великолепный поднял настроение как часто ты ездишь на мотоцикле постоянно по проспекту победы со скоростью 150 180 чем она штрафуете и человек сам признается чистосердечное признание блять стопит лет сто восемь сука ты чем ты горди чем ты хвостаешься просто летом и для меня это какой-то трэш об таким хвастаться вы знаете а я типа вообще люблю лазить на порно сайтах и смотреть детские видео ну так как-то для меня это вот так вот звучит я вообще педофил дурак или да мне нравится вот для меня такой же трэш когда люди хвастаются я езжу 180 да и блять их богу согласен абсолютно если ей нравится гонять на мотоцикле это ее право только не с той скоростью которая допустим она гоняет сколько таких плачевных ситуаций есть так слово гоняет это уже подразумевает слово не 40 километров в час мир гонщиками она может не просто погибнуть сама и других повести за собой это мне тоже вот самое важное ладно хрен ты сама в стену уже в лупися хрен с тобой таких не жалко вот то что другие могут пострадать вот тут проблема ты думаешь о том что мало ли какая вдруг ситуация на дорогах ты можешь не справиться где-то с чем-то я понимаю но не на все оправданно все мы ходим под богом это ускорять и тебе сосулька на пола не одна я делал в любом случае если им должен быть по уровню по возрасту и по опыту тоже какой опыт у тебя поделиться лучше 10 лет и все равно лучше себя она еще ездит начала только в 40 лет да немножко поберечь девочки перед нами не стоит не надо меня учить и рассказывать что мне надо делать тем более тем людям которые этого не делают века какой тебя был самый экстремальный поступок твоей жизни секс на заднем сиденье в троллейбусе а водитель а водители я так поняла смотрела на заднее стекло и ехал без остановок в чем тут экстремальность это просто дурость какая-то я не знаю почему им не мешал тот водитель мне было бы стыдно вообще я экстремальная бабушка но это заметно ты больная бабушка за любой кипиш прыгаю с парашютом 4 километра 200 метров жесть летала над пропастью ром джампинг погружалась с аквалангом метров сколько понимаешь и зависит от инструктора один раз мне попался очень экстремально он начал сильно опускать вниз давление давит на уши я думала что у меня полопаются перепонки а ты проходил какие-то курсы просто рассказывали на самом деле там можно и ласты склеить потому что я как бы пару раз было что погружался с аквалангом и там каждый метр метр идет давление жесткое в уши там нужно уметь как бы показывать плавно спускаться плавно сбрасывать давление со своей головы иначе бля можно если резко всплывешь мой блин таможные ласты откинуть даже своей головой понимать как это все работает а не поехать египет там где пять минут что-то показали рассказали это опасно так подходить к экстремальным видам спорта века зачем ты ты делаешь нравится ты давно вообще вот этим увлекаешься детства в жопе заиграла когда я сошлась со вторым можем где-то лет 15 назад это точно а дети были же в это время до со стороны что то есть у меня был первый муж был второй муж они остались сиротами ты когда летишь или что я думаю что я смерти не думаешь ты думаешь о кайфе это не передать это нужно просто сделать и почувствовать так что если прыгать из 25 этажа ты не думаешь о смерти и все как это классно ну это чистый эгоизм все она только думает о себе от твоей жизни зависит жизни иногда твоих близких тут надо понимать вообще куда свою голову совать я куда не сдал очевидно что викторий не обхидно регулярно чувствовать виплеск адреналину но у каждого человека есть своя шкала эмоционального пика и близко 30% людей может достигнуть этого максимума только благодаря экстремальным развагам а ощущения отриманных в момент адреналинового виплеска спонукают людину повертаться до таких ситуаций снова и снова если этого не случится человек может даже впасть в депрессивный состояние часто такая зависимость мое выток опять опять у него кадр поменялся опять другой день снимали или что демонт я ноутбук поменялся прости меня ладно из детенства когда дитина взрослая в тяжких умовах батьки бьют часто сварить вона звикает до совсем иншого ревня адреналина а не ж дитина яка взрослала у здоровой спокойной семьи еще к экстриму я так интервью снимать я понять не могу то есть он говорит потом кусок договорил потом забыл или что реально может срачка я не понимаю это не может быть срачка почему-то с двух частей в разные дни склеена типа димон так почти ты сказал вот эту фразу да вот на ратах это может происходит давай ты еще димон скажешь вот так вот и так давайте я не знаю приучая свою внучку смысле на скорости если позволяет дорога и никто нам не мешает мы мчимся и поем песни на какой скорости до 100 капец за правилами в городе вообще нельзя ездить больше 50 мало того что она безответственно относится к своей жизни она еще рискует жизнью своей внучки единственной так она еще и внучка показу что нормально это просто из ряда вон выходящих мы вырубаем музыку на все разогнаемся до 80 начинаем петь а потом когда запоемся я понимаю что уже 100 ты летишь ты не обращаешь внимание просто у тебя драйв скорости а рядышком сидит внучка мы едем по одной полосе и если никого нет ряд я могу себе это позволить а когда вы едете вы общаетесь правильно мы поем с ней конечно это все равно ты отвлекаешься нет мы не отвлекаем даже если ты смотришь на дорогу и какая-то речь он не ожидает это есть такая штука что руль сам крутится и перевернуться это легко и просто она такой скорости тему руль сам не крутится его нужно крутануть ну то ладно боже мой это не скорость 100 километров это не скорость это это сто сто восемьдесят так разминка конечно 220 да это уже так вы знаете это уже чуть выше среднего она сама просит почему я должна говорить нет степень риска может оценить только взрослый человек ребенок не может оценить степень риска а если она захочет наркотики попробовать а что мне интересно мать мать ребенка то есть у нее есть сын сын там понятно тоже как такая мать была на воспитать нормально сына хрен с этим мать такой же как и сын или что насрать на дочь ты тоже дашь девочки решили а пока что хотя бы надеюсь я когда еду со своей внучкой я понимаю что я делаю я ее не подвергаю опасности она у меня пристегнута во вторых я выбираю трассу ровно где нет машин не справа не след вообще как бы машин вообще нету я вот когда еду просто все как бы знаете как кортеж президента все паркуются справа слева и я еду я ответственно все девочки замерзли да да идемте домой виду с ее прической не ухоженные крашеные волосы я думаю это вообще женщина в каком-то живет подвале не это хрущевка самая обычная хрущевка стулья такие конечно прям прям это людовик четвертый у вики хаос разбросанные вещи вешалка еще одна вешалка и вот этот шифонер который вообще он не нужен там ника расскажите кем ты живешь у нас здесь бабье царство с котами моя невестка и моя внучка маша уже мой какой ужас а сын где где сын отец внучки отец живет в другом месте у него своя квартира понял сын живет в другом месте жена нахрен живет в другом месте что это как бабушка живет с невесткой и внучкой муж и сын в одном лице живет в другом месте чтобы можно объясниться мой сын с невесткой они в разводе понятно это очень странно чтобы свекровь жила семья просто очень веселые нечему удивляться невесткой они с сыном а почему особенная семья реально они в разводе живу с невесткой невестка и внучка живут у тебя после развода ребенок остался с мамой невестка не занималась машей взяла такую политику что утром встаешь включаешь телевизор смотрим мультики потом она идет с ней гулять в пау о чем можно обсуждать блять мать не занималась ребенком она это прямо говорит вообще невестка не занималась нахрен своим ребенком то есть она не занималась сыном и боже это семья конечно господи какой трэш ребенок гоняет по парку это сидит в телефоне постоянно вот все наше развитие когда ей исполнилось пять лет я понимаю что через год она идет в школу не читать не писать ничего не может плять было раз два три 4 плять а букв она вообще не знала это была катастрофа не должно так быть это неправильно я решила спасти ситуацию предложила невестке и внучке жить у меня как давно невестка живет с тобой года четыре я думаю что это не совсем правда и вика просто захотела чтобы внучка была рядом с ней и чтобы она контролировала процесс воспитания своей внучки как жизнь работа в ресторанном бизнесе и у меня было свое заведение которое я продала чтобы заниматься внучкой меня интернет-магазин японских масок для лица я работаю с косметическими салонами какой как назвать салон алиэкспресс простите аквариум как у тебя хрень а там животное а может быть это геккон а ну ладно ну хрен с ним можно в обычный аквариум для рыбок можно положить геккона согласен это та же хрень я же подумал что там рыбки должны плавать какие-то бревна валяются все успешно мой бизнес налажен я все время провожусь внучка мы читаем книжки делаем вместе уроки ты ведешь себя не как бабушка а как мама а что мне остается делать невестка ищет себя она хочет карьеру у нас было время когда она на месяц просто просто покажите мне эту невестку давайте допиваю блин я бы еще с сыном хотел я бы не удивился сказал видно что вы семья прямо от одного поля ягода ехала по контракту работать в китай и естественно этот месяц я была с машей она была не против что ты стала как бы второй мамой для она даже говорила внучки бабушка мама мне сказала что ты моя вторая мама а кого тогда внучка слушается я авторитета потому что мы даже когда гуляли в парке она бежит и первая она подбегает ко мне говорит бабуля вообще есть чем гордиться прикиньте то есть ребенок в авторитет ставит бабушку а не родную мать то есть вообще любит бабушку больше чем маму вот эта мама молодец и бабушка вместе с ней а потом мама невестка ребенку своему если бы не я маша бы не занималась она невестку поносит матом у меня невестка как бы конченый человек но я как бы с ней живу как бы если бы не я то вообще маша была бы бомжиха наверно в 12 лет боже мой как бы это просто какой-то ужас это тебе вы такую гремучую смесь нашли узнаете вот просто в одного человека впихнули и танцами она бы не побеждала семью соревнованиях я вложилась в машу достойно это очень замечательно что ребенок развивается стремится куда-то но все равно очень плохо что нет мамы по кукушка знаешь яйцо свое бросила и пошла ты там как хочешь вообще было странно мы только пришли только сели и мы услышали кучу-кучу всего плохого о ее невестке а с которой она живет вообще ни при чем значит зачем ты тогда приглашала ее в дом чтобы они жили у тебя в дом чтобы за ни за выражение обсирать все да это прикольно очень очевидно что Виктория зневажливо ставится до новостки и я практически впевнений что онука в курсе этого конфликта то якою поганою на вашу думку не была бы мати дитини вы не маете жодного права это демонструвать дитина подсвідомо отношения себя с батьками и когда вы скажете твоя мама погана она поймать а я твоя мама дура а я дочь дури она может відчувать провину за цей факт а также свою неповноценность враховывая дитина не мает смоги виправить эту ситуацию вона потрапит у край стрессовый та деструктивный стан таки дити можете обрати дві стратегии поведенки на або закритися від вас або копиювати вашу поведенку татак не то не то не хороший вариант выказувати зневагу до оточуючих девочки пора знакомиться с моей внучкой зову ашуня ой какая красивая принцесса после разговоров об экстриме я думала что будет дерзкая девочка и стрижка под мальчика а тут светлый яркий ребеночек ну ангелочек меня зовут маша сколько тебе лет 8 а в каком ты классе учишься в третьем а где ты учишься в кадетском корпусе где в кадетском корпусе это неожиданно я думала что кадетский корпус это для военных мальчиков что вы там в этом кадетском корпусе делаете мы там делаем домашку понянки скажи про понянок в одном классе девочки учиться в другом классе мальчики это кадеты и понянки где два класса всего лишь у девочек там кружки на выбор хочешь айкидо хочешь шахматы хочешь танцы мне школы чем-то занимаешься танцы английский у меня еще шахматы и шахматы вовсе да а какие-то холли меня сейчас честно открытие что есть можно быть кадетом девочкой правда отвечаю не знал думал там пацанов только берут и у тебя есть с детства имею ввиду с маленького возраста ты благодаря мне мой ребенок сейчас такой умный такой светлый такой открытый и незакомплексованный я не поверил что ребенком до пяти лет не занимался как нам говорила до этого века но не может быть такого что за три года одним взмахом волшебной палочки она сделала такую классную открытую девочку жахлива правда про выхованье маши незабаром что это назовется говорит посуду забыла помыть сразу руку поднимает а прикиньте то есть это сейчас она вид про отца то есть про сына этой больной который воспитала такого сына или за кого это капец насколько травмированный ребенок блин это тупо трэш насколько у нее ужасная жизнь а я знаю что трэш давайте дальше когда мы были в отпуске я говорю давай возьмем вот это в глазки начинали так вот прикиньте то есть ребенок уже с детства понимает как манипулировать она даже это прям где манипулируя рыб бабушка купишь смысле нет 1 покупаем разрешает получается это жесть мой главный принцип воспитания я балую свою внучку я ни в чем не отказать что и чтобы ребенок пришел и сказал а вот у кого то есть кроссовки а у меня таких кроссовок нет тебе бабушка покупает на рынке обычные вещи или брендовые в каких-то дорогих магазинах ну конечно же в брендовых дешевле на бомжа похоже или что бы ты хоть вопросы подбирай бля на обычном рынке ты такую сказала боже вырежьте пожалуйста это конечно молодко прикиньте 8 лет конечно же брендовые и вот понимаю потом как вы я понимаю кто вырастает с этого ребенка мы ж таких вот обозреваем ребята и в богине шопинга и так далее вот вот учитесь что нужно сделать что вырос подобный человек вот вам ребят в восемь лет описывают боже какой ужас ложки силах бабушка все тебе разрешает получается это независимо от того сколько она стоит на у меня единственная она мне любимая и перележала поповину я до сих пор помню этот хруст ну как можно такое сокровище не любить ну скажи не любите баловать это разные вещи и баловать и любить ну баловать тоже надо в меру вы знаете меня мама баловала я ни в чем не нуждалась носите каким человеком выросла пример можно брать и не выросла эгоистка я люблю людей я люблю дарить подарки ты обожаешь вот я машку тоже я не думаю что она вырастет со мной плохим человеком мне ребенок может вырасти эгоистом который не понимает о боже мой вседозвольность она хочет казаться хорошей бабушкой все разрешаю я же хорошая машиня я хочу тебе подарить небольшой подарок уже сколько живу столько и удивляюсь ух ты спасибо ну а шо это блядь китайская херня блядь мои куклы немножко лучше обосралась блядь шо ты за хуй мне подарила вот это вот шо ты за залупец какой-то блядь это шо блядь ты на каком рынке это купила блядь тебе вообще не стыдно было ко мне это приходить с этим блядь тебе ко мне блядь принцессе блядь что это блядь много отличается а чем они отличаются прикиньте то есть ты такой просто ситуацию даришь подарок ахэ да у меня конечно получше у них ножки так загибаются а как настоящие на шарнирах там ножки да все же бабушкин подход уже дает плоды ну что если кукла она достойна лучшего и знает себе цену сейчас карпачо бля скажет я чувствую сейчас карпачо бля скажет я чувствую и это наследки справжнего бабусиного вихования и того прикладу який вона подает онучице девчинка не знает элементарных правил поведенки у суспильстви а це ей знадобиться больше чем умение доброе играть в шахе боже мой интересно посмотреть на гардероб маши а это вот твои вещи сколько у тебя платье где-то 25 сколько у тебя туфлей оба видит 25 25 это по-любому девочки 8 лет любому бабушку не позорь меня прелюдия блю 25 я сказал очень много вот вещей для восьмилетней девочки одна такая курточка одна такая но это же девочка бабушка может позволить себе купить ребенку много вещей пусть так и будет пусть носит ребенок я не сторонник этого это полисборник вот мне нравится когда у меня много вещей у каждого своем не нравится когда у меня много вещей у них культ вещей шапоголь это не просто больные больные давайте от этого случая как больные люди воспитывают больных людей просто идеальный конвейер женщина должна быть красивая что у женщин должен быть маникюр что женщина должна смотреть за собой машунь а ты знаешь цену вообще какой-то вещи которые бабушка тебе купила я захотела комбинезон какой-то она мне купила блин слышишь смысле цена я захотела она купила там не наслать где она возьмет эти бабки да бабушка я не смотрю на цену просто беру и свешенка и иду в пример еще с бабушкой спокойно 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 1 2 3 4 5 маша должна знать ценность этой вещи сколько она стоит и 8 лет это ребенок и 8 лет это ребенок она не виновата просто бабушка конченая и вообще люди прививать ребенку финансовую грамотность наверху я заметила шутку это натуральная шутка да вот у меня шубу в которой я гуляю а вот это вот это вот шутка у меня красивая очень дорогая вещь ну прямо гардероб настоящий леди это где-то в этом карпатах по моему виталия большом шоке века как ты выражаешься при ребенка ну вырвалась девочки отдала ее в школу леди и тут же в доме мат какой пример ты показываешь здесь нет но не дала в школу леди отдала в кадетский корпус где их называют понянки не знаю почему святых что вы не матюкаетесь девочки на его пересеты но знать надо где прикол и когда при знакомых друзьях где угодно но не при ребенке я уже привыкла к этому ребенок не должен воспитываться в такой атмосфере там где матюкаются она будет общаться с детьми она будет с детьми здорово коля это пошел ты на эти маты уже такая какая есть у тебя бабушка я не лукавлю я открыта вот я могу матюкнуться я матюкнулась но она понимает что это плохо я подготовлю ребенка значит так урок 5 нас садись значит так смотри значит когда тебе пристали что должно сказать не трогай меня нет начали что от и без да здесь поняла так когда тебе что-то не нравится сказать так мне не нравится можешь сказать так же либо тоже это универсальное слово ага поняла универсальное слово звісно вы не можете дитину вберегти из знайомства з лайливыми словами але не виправдовуйте свою лайку при дитине тим что вы буцем то готуете до реального світу еще одна дитина не втратила сведомисть уперше почувши на вулицей нецензурные слова проте своим прикладом вы показываете дитине что вы корыстовывать их можно за будь-яких обстоятельствах незваживши на инжир для маленькой маши та и для самой викторией было бы значительно корыстнейшим я помню в детстве знаете там когда там на кухне там что-то как вырвется слово там какой-то какой-то матюк ты сидишь такой и там мать такая Андрей а я а здесь так в порядке вещей бабуся занялась вивчиням литературных замінників лайки а не ругается ли у нас вообще нет девочки что может говорить мама если она постоянно на работе если бы она занималась воспитанием а так ей все равно надо вики голову лечить какого хрена обесценивает мать в глазах ребенка блин вика вообще как бы пойми твоей матери на тебя все равно ты же понимаешь это взрослая женщина на хрена такое делать и куля да ты разрешишь мы общаемся конечно конечно какая жесть чья это комната это комната бабушки тут сплю я и бабушка на охренеть на кровати да а мама где спит мама спит на кровати в той комнате а почему ты не с мамой спишь а с бабушкой просто там маленькая кровать и мы с мамой вместе просто не влезаем очень странно что ребенок не спит сам она уже взрослая а даже если с кем-то то почему не с мамой если они не влезают почему не поменяться местами с кем бы ты выбрала спать с бабушкой так конечно у него мать кончена бабушка каждый раз я повторяю тебе конченая мать больная мать будет бабушка что ты делаешь я с бабушкой рисую играю хожу по салонам на площадке с бабушкой тоже играю на машине быстро ездишь и летим как самолет а тебе не страшно а кого ты любишь больше маму или бабушку бабушку я в шоке как так а почему так я бабушки доверяю она мне как будто близкий человек я называю свою бабушку как второй мамой моя бабушка дула про и она веселая всегда я вообще не ожидала что будет такая реакция у меня начали дрожать руки она внутри вся дрожала что ты пала чего ты плачешь солнышко на кого за что обидно на кого на маму она мне просто внимание некоторые времени не уделяют я бы хотела чтобы у мамы меня обнимала там бабушка часто тебя обнимает бабушка каждый день а ты когда-нибудь говорила об этом своей маме а бабушки ты говорила об этом тоже ничего не говорили еще а почему это капец насколько травмированный ребенок это настолько душераздирающее когда маленький ребенок думает не о себе а а думает о том что по маме и бабушке не сделала больно выходные когда вот суббота воскресенье будете куда-то с кем гулять с бабушкой а мама уж у нее что же выходной есть мама сама говорит что надо в магазин там или мусор выкинуть а сама на целый день гулять ну идет мусорный бак недалеко она не может 50 минут мусор выкидывать это как ребёнок настолько в отчаянии что сидит и минуты считает что же это за мать такая как ты думаешь она тебя любит да на это было больно смотреть очень жалко было маш очень какая твоя мечта солнышко я хотела чтобы у нас был с мамой отдельный дом без бабушки маша чувствую приплыли блять говорили балакали сели не заплакали бабушка идеальная мама говно мечтаю жить с мамой без бабушки что бабушка притягивает одеяло на себя и не дает возможности быть маме с дочкой блин вика взрослая женщина нахрена такое делает она же портит не только жизнь ребенку и невестки она портит жизнь постепенно себе тоже она же все взаимосвязано девочка вырастет она все равно разберется кто был прав кто виноват очевидно что девчонка дуже травмована и находится под постоянным тиском девчонка разрывается между двумя сильными почутками безумовною любовью до мамы та відчуттям обовязку и привязанности до бабуси меня обурюет что виктория совсем не зацикавлена в тому а вы донька та мама налагодили звязок тонн полосит молочи слись то что папа кричал на маму они ругались при тебе да ну то что говорилось батя то есть это ее сын послушаем как жена воспитала сына с невесткой мы уже познакомились ну как бы так заочно слушай процесс а он поднимал мне руку часто при тебе по лицу по рукам что за что он мог маму ударить за все и я там посуду забыла помыть он сразу руку поднимает это конечно кошмар это пиздец ребенок все это чувствует в виде просто были больные люди вся семейка больных людей без исключения ну первую очередь начиная с бабушки это психологическая травма первую очередь у ребенка может быть депрессия когда мама уходила он поднимал руку всегда кричал на меня тебя поднимал просто брал меня бил о блядь чем дальше влез тем больше дробли еще и девочку клепал что кровать там не застелила и он сразу начинает ты кому-то говорила об этом бабушке что она говорила что ты думаешь моему папе ничего мне она говорила что я это же буду и просто потом не буду обращать внимание пиздец блядь бабушка совет блядь бабушка меня блять бать отхерячил бьет ничего страшно ты это скоро забудешь блять ребёнок блять господи сколько снимаю видео блять ну думал уже знаете чем тут уже все видел уже причем удивляться уже знаете столько уже психика блин как всему подготовлено нет сколько знаешь век живи век учись вот сколько живешь столько удивляешься твою мать для меня шок никто не задумывается о ее душевной боли это ужасное решение сказать забей ты забудешь а не решать эту проблему а маме ты говорила об этом что происходит то что мама если потом с папой будет то и мать отхватит маме не говорила потому что ты боялась что папа ее побьет да самого початку я почув від викторії дуже багато про недостойную поведенку невестки та бабуся змовчала про свого сина тирана схоже жінка все ж таки відчуває сором за нього и хотела приховати факти про его поведенку швидше за все величезна кількість такого шикарного сына воспитала уваги онуці з боку бабусі є компенсацією за поведінку її сина ти сячас общаєшся з папою? да как часто? близько каждый день он приходит сюда? да я звоню подругам чтоб они попросили мою бабушку чтоб я к ним пришла чтоб я потом не сидела с папой я боюсь ребенок реально живет в страхе папа может ее обидеть мама не обращает на нее внимание Машенька я тебе благодарю за твою откровенность за то что ты открылась с нами рассказала большая тебе благодарность моя хорошая девочка красавица я хотела посмотреть на мать которая забила на Машеньку и не смогла ее защитить дааааа здравствуйте здравствуйте о ага это типа кончалыга якобы по словам бабушки здравствуйте меня зовут Оксана я невестка Викина очень приятная Алла Оксана очень шикарно следить за собой видно что не бедная зарабатывает хорошо только что у нас был разговор с твоей дочерью Маша нам рассказала что ты не уделяешь ей страшного внимания я много работаю Машень папа тоже много работает и объективно сидеть с Машей вот даже сейчас когда она болеет может только бабушка Вика где ты работаешь я работаю в компании менеджером мы занимаемся продажей товаров и как бы у нас есть розничные магазины больше двадцати тысяч больше двадцати ага но меньше тридцати меньше тогда вопрос стоят ли эти деньги того времени что ты проводила с ребенком конечно не стоят никакие деньги не стоят ну как бы сейчас просто такое время что ну как бы без денег ты никто то есть я могу уволиться с работы вот раньше без денег ты хоть кем-то был согласен сейчас время другое совсем раньше можно было жить за спасибо пришел в магазин может за килограмм колбасы спасибо и пошел раньше деньги не нужные были а вот сейчас да согласен без денег уже никуда закон вели про эти деньги блин сидеть с ребенком дома хорошо а за что мы будем жить а сколько времени вообще ты проводишь с ребенком пытаюсь проводить каждый день пусть это будет немного но немного это сколько может быть какой-то час у меня было одно желание ее хорошенько знаешь взять за шкирки чуть страхануть и спросить девушка ты вообще в своем уме твой ребенок хочет внимания элементарно ей не надо ни твоя работа ни внешность ничего детям не надо детям нужно одно детям нужна любовь ребенок рыдает крокодилями слезами вообще говорит о том что я хочу внимания я в шоке честно для меня это в новость чтобы совсем не уделять своему ребенку внимания ну как бы такого нет Машенька сказала о том что ты можешь выносить мусор и пропасть и не приходить час или два домой и идешь гулять с подругами вот я говорю что Машунь у меня вот такая-то встреча мне нужно уйти она расстраивается и вот я придумываю какие-то уловки чтобы ее не расстроить я тебя понимаю я пойду выброшу мусор пришла завтра я тоже работала и вечером выходной день я была посвящена ребенку у вас была семья? да а у меня нет семьи у меня нет чувства что я живу в семье мне все-таки 28 лет нужно как бы не забывать про личную жизнь тоже она хочет устроить свою личную жизнь ей абсолютно все равно что ребенок страдает нравится ли тебе как Вика воспитывает твою дочь что она ее балует и безмерно разрешает ей все ну у всех людей есть недостатки понятное дело и моя свекровь не исключение ты как мама ты как-то влияешь на это больше наверное нет чем да что я могу здесь делать я живу не на своей территории это твой ребенок и ты главное да ты сказала нет я не конфликтный человек я не люблю конфликты я пытаюсь избегать их все ушла в себя я думаю все-таки что ей так удобно коль Вика хочет быть гипербабушкой ну пусть она и будет мне от этого лучше и легче у меня больше есть свободное время Маша сказала что она больше любит бабушку чем маму ну и ладно я допустила сама что мой ребенок больше любит бабушку если бы я изначально не пошла жить к свекрови то все бы могло быть по-другому понятное дело что я задумываюсь о своем жилье ну это извините это до хрена денег стоит слушай даже находясь на чужой территории твой долг заниматься ребенком быть в авторитете у ребенка и не позволять это делать бабушке ни в коем случае нет это вообще что воно таке по жизни вот тут знаешь и то куди витер подуря туди воно и по цей и все же есть понимаешь работа есть голова есть ноги есть красота есть ум есть ум я бы поспорил бы ну вот не знаю я это целиком очевидно что девчонки не умеют стоять свои собственные кордоны через это она опинилась у шлюбе с человеком что ее бил и через это она не может наважиться пить из дома жинки и на самом деле просто проводить ее с донькой больше времени как радят бабуси и продолжать жить со свекрухой интересно что потом спросят одни же спросят за сына тирана и что она скажет за сына будет сына защищать но это же она воспитала сына это не выход в данной ситуации никто не успел относиться на других и все своей поведение саботирует нормальные отношения мамы и детей поэтому маме придется постоянно бороться с бабушкой за плыв на доньку и при этом страждаем или найти выход и забрать свою доньку из этого дома Маша нам рассказала что папа вас бил мне очень тяжело это сейчас вспоминать были скандалы были конфликты были драки в некоторых ситуациях человек вел себя просто неадекватно то есть он агрессировал он не контролировал свои эмоции свои слова свои поступки один раз я снимала побои и к сожалению Маша это видела поэтому я как бы и ушла от мужа потому что я не хотела чтобы ребенок думал что это нормально а Вика как-то повлияла вообще на него она с ним разговаривала что-то вообще сделала интересно ну как бы я не знаю кто с кем о чем разговаривал но как итог человек даже не извинился как Вика могла воспитать своего сына таким это вы на Вику посмотрите в смысле как спокойно было бы странно если бы Вика святой человек смотришь на нее боже какая женщина какой сын у нее что ну стопудов наверное дети во дворе дворовое воспитание улица воспитала да нет по любому знала и ничего с этим не сделала почему ты могла так допустить что твой муж обижал избивал Машу когда ты на работе это кто вам сказал это сказал я об этом не знала шикарно блять ты блять не знала что твой муж то есть отец ребенка избивал ребенка спустя три года вот я первый раз об этом слышу наверное бы мой уход был не спустя пять лет а гораздо раньше я не верю я не верю в то что невестка не знала не верю всегда тоже не верю догадается что что-то творится нехорошее невестка увеки тоже не верю человек просто она слабохарактерна постарайся уделять намного больше ей внимания ей просто стыдно стало я на что скажете типа она типа кто это сказал и что типа скажет больным если б я знала если б я знала иначе с ребенка спросить а мама знала что тебя бьют ребенок скажет да а она такая и все я уверен что так оно бы и было внимать целовать я тебе желаю воссоединиться с дочерью и быть счастливыми сбери ее за руки и бегите главное чтобы вы были вместе спасибо я очень надеюсь что они с дочерью восстановят связь но для этого им нужно будет войдем без бабушки и скупую запытань бабуси пошли на вечерю до виктории ммм какой ужин ну ладно девочки я на ужин приготовила рыбное меню приятного аппетита она знала что многие из нас едят мясную еду она учила это это приятно девочки я старалась сейчас пока не доеды а ты знала что твой сын обижает твою внучку нет он ее бьет я знала что он кричит бьет нет но она сама нам сказала он ее пугал и говорил попробуй только что сказать боже мой все оправдывает своего сына твою мать ну что ей стоило ожидать вот и все она придумывает истории несовместной жизни а девочка маленькая тоже придумала ту шубати ее клепал и маму клепал и вообще кричит да я согласна он просто очень звонкий голос что можно испугаться но чтобы ударить я не поверю да я не думаю что это больной человек наверное вика слишком любит сына и закрывает на все это просто больной человек на сегодняшний момент он приходит и я не вижу ни агрессии он ей все покупает платит за школу дитю боится она сейчас его боится да это она нам сказала девочки он по натуре своей очень добрый тогда почему он бил невестку у моего сына психика нарушена его биологический отец меня очень сильно тоже бил у меня было три выкидыша три двойни какая волшебная семья боже мой а вот этого я доносила на одном ухе а я потом узнала от его бабушки что у мужа статья 7b то есть это не все в порядке в голове психически не уравновешен человек сын он меня упрекает это ты виновата ты говорит не выбрала этого придурка если бы не ты я бы таким не был века не рассказала оксане какой у нее сын я считаю что это преступление по отношению к оксане да болезни играют свою роль но я думаю что ребенка можно воспитать по-другому века что-то упустила в воспитании что ребенок стал агрессивным насилья не можно виправдать ничем ни генетикою ни тяжкими пологами ни психическим захворюванием адже якщо вы знаете про якусь проблему то маете звертаться до спецеалістов за лекованием и контролировать свою недугу я выходила ну за адекватного человека но когда человек выпивал а потом уже пошли наркотики он не дружил уже за головой я работала учителем начальных классов и если допустим у тебя урок закончился два часа а приходишь четыре потому что ты занят ну тебя начинают убивать просто потому что ты где-то там лазила я все время в школу приходила опухшая и замазанным тонаком мои дети это видели так избил что меня еле спасли я 21 день лежала с трясением мозга в больнице второй мой день рождения я боялась идти домой чтобы заманить нас сыном домой он выкручивал сыну руки что? и это было ужасно ты сопротивлялась как-то? ты не могла его треснуть чем-то? я его боялась я его очень боялась он был здоровый мужик ну под 100 кг если он прикладывает руки к твоему ребенку даже если он сильнее тебя так то же самое сейчас происходит в ее семье с сыном и так далее боже он даже если ты погибешь я бы разорвала бы и мне плевать что было бы со мной да 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 правда Оксана была такой решительной когда это относится ее детей узнаем в следующем выпуске я чувствовала что папа меня не любит он кричал, наказывал, убил а почему ты от него не ушла? он когда-то меня спас вы что, какие-то больные на голову родители? жизни у меня с ним не было ну так как родители все время говорили должна быть семья мы же в Советском Союзе жили как я маме могла сказать что мне плохо? я просто терпела терпела, терпела и меня Бог услышал мне просто жалко эту девочку что произошло ну просто получилось групповое изнасилование где участвовал мой муж и он убежал в бега я вот тогда перекрестилась я поняла что у меня началась жизнь новая блин это тупо треш насколько у нее ужасная жизнь что она благодарна такой трагедии какая ты была мама показывала сына физически да ну по попе шлепала просто кричала на него? ну конечно конечно и шланга могла ударить знаешь я жила в агрессии я считаю что сын вырос таким агрессивным потому что он вырос в этой же среде жестокости не внимания не любви вот так вот оно и вылилось в будущую жизнь что посеешь то и пожнешь где-то через год сошлась со вторым мужем я влюбилась в мальчика мне было на тот момент 27 лет ему 18 мне 27 ему 18 сука школьник по факту только школу закончил 11 класс у нас такая романтика была я ухожу на работу пишу ему любовные записочки положу под подушечку прихожу это вот он спит он мне пишет записочки да это любовь прожили мы с ним 23 года мы расстались хера себе вот так вот 23 года прожили остались мы не живем сейчас вместе третий год почему расстались к этому шло все потому что разница в возрасте имеет свое скорее всего что я уже надоела я уже старая она думала о том что она не будет стариться или он будет ее любить любой тебя втаптывали тебе рассказывали ты жирная свинья посмотри на себя на свой целлюлит морально добивал вы знаете вот женщине это сказать это такая боль я ему говорила ты понимаешь я тобой живу я тобой дышу на что мне отвечали живи собой как можно жить с таким извините у вики зависимость от токсичных отношений нет таких притягивает вики очевиден был редкость когда люди с такой разницы в возрасте проживают долгое время девочки самая большая моя боль в этом браке это не то что он ушел а то что меня предала моя подруга с которой я была 20 лет он ушел не к подруге 10 лет у него был роман с ее дочерью обалдеть она знала просто санта-барбара реально сериал можно как многосерийный снимать но он ушел не к светке а кому же и туруруру ну знаете в следующей серии хихихихих Коля встречается с Аленушкой Аленушка это дочь Светы как он мог но пока она не знала она знала у меня уже сошлись она знала приходила к ним домой то малая встречала разукрашенная с красной помадой на каблуках думаю ну куда ж ты вырядилась оказывается она вырядилась вот куда я поверить девочки это в голове не укладывается у меня такой удар в спину и с проворотом у меня была депрессия я нажралась реально таблеток мне все равно было с кем будут мои дети я была в таком состоянии что передо мной вот так черная стена стоит а я не могу пробиться ну не хочешь ты жить с этой женщиной скажи Вика я тебя не люблю давай мы разойдемся зачем нужно было так больно сделать ей больные люди находят больных людей по браку у меня есть сын ему сейчас 20 адекватный нормальный бы наверное так бы и сказал но вообще адекватный нормальный вообще бы такую херню не устраивал но у нас как бы больные отношения в больных отношениях есть другой больной человек вот схренали все вроде бы логично двое больных все как бы это в равновесии подобное притягивается к подобному отлично вот подобное и к подобному прожили больше 20 лет вместе 4 года когда ему было 3 годика мы пережили операцию у него проблемы с сосудами когда сильно нервничает у него начинаются жуткие головные боли рвота ребенку нужен был уход я была с ним до школы и когда он пошел в первый класс я продолжала работать потому что надо зарабатывать деньги то его взяла на воспитание свекровь младший сын со свекровью жил с первого класса по десятый я не думала что у нас так много женщин которые реально могут отдавать своих детей на воспитание бабушкам боже ну как это вообще ребенку нужна семья нужна мама никакая бабушка не заменит маму в чем была сложность жить со своим ребенком ведь можно было так что бабушка вечером допустим забирала его со школы а ты приезжала с работы забирала его и он ночевал вместе с тобой не было сложности да вот я сейчас понимаю что сложности не было я очень жалею что когда я строила свою личную жизнь что я хотела быть счастливой я п*** своих детей у меня был с ним разговор я просила у него прощения за что? за то что я его отдала за то что я время проводила у этой подруги вместо того чтобы проводить время со своим сыном я все время прошу прощения у своих детей за то что я так предательски к ним отнеслась если бы была возможность поменять я бы землю грызла за своих детей я ничего не могу поменять я горжусь Викой что она это поняла Вика как мама себя не реализовала или там виновата исключительно только она а теперь она забрала внучку и полностью начала заниматься внучкой но решение это неправильное я теперь понимаю я теперь понимаю сколько боли перенесла Виктория в своем жизни та женщина не сможет его втомить фанатично поринавши в жизнь своя внука женщина должна отпустить маленькую Марию до ее мамы и помочь им налагодить отношения возможно сделавшись что-то на самом деле хорошее и безкорисное бабушка сможет почувствовать внутренний спокойствие парив с невесткой с твоей тебе надо дать ей полную свободу и дать ей понять ты мама и ты должна заниматься ребенком она не будет ей заниматься там уже тоже характер такой аймёбы не будет она заниматься ребенком ей насрать звони спроси Оксаночка мы там хотим пойти погулять в парк можно? Маша будет это слышать она будет понимать что мама есть мама в авторитете мама главное она поносит маму что вы ее учите вы думаете она начнет что-то делать? бля я сомневаюсь поверьте сначала поносит мать а потом мама хороший ребенок в смысле ты жила что она как бы больной человек просто этот ну говно и когда вы будете так общаться с невесткой она будет чувствовать что она значима здесь в этом доме потому что она проговорила что она здесь не чувствует себя нужной большое спасибо что вы вот так вот глубоко копнули в мою семью за то что я услышала о себе о невестке прислушаюсь к вам не верю а че дослушается агрессивно поводился и по отношению до дружины тупо он скажет а ну тогда все ну ты ж блин карпатчо общаешься с неадекватным человеком чего ты ожидаешь вот ты его разорвал он просто брал и меня бил но не разорвал и ну ВИХОВАННЯ ОНУКИ Найбільша біда, яку може спричинити бабуся, підірвати авторитет батьків. Коли ви говорите в присутності дитини, що думка її матері неважлива, неправильна, неефективна, – це погано. Куда я такое говорила? А судячи з выразом вашего обличчя, я бачу, что это для вас все. Вас перекривило, по-моему, да? Новина. Да. Ну, я педагог вообще. Твою мать. Она сейчас серьезно? Педагог? Господи. Димон уже в шоке. Я понимаю, что нельзя опускать. Димон, педагог перед тобой заслуженный. Как родители в лице ребенка. Размова біля дитячого гардероба. Ви в присутності дитини сказали, що мама тобою не займеться. И что может говорить мама, если она постоянно на работе? И все равно. Ну, у меня была депрессия два дня, у меня просто штопор был такой, и может быть что-то и ляпнуло. Это важные эмоции какие-то. Слушайте, это уже вы в другий раз виправдовываете ситуацию эмоциями. Да? В том числе и эмоциональная. Но я очень эмоциональная была человеком. Так, но это не выравдание для неправильных чиновников. Я мамой не собираюсь Машей становиться. Вы что? Ну просто там дурной брак у них получился. Они не жили вместе, ничего. Они поехали в Египет. Они сделали мне Машу, приехали и говорят, ты будешь бабушкой. И мне надо было сделать им... Они даже по факту ребенка по залету сделали. ...хватьбу. Потом, конечно, вот такая вот... Чем дальше, тем веселее. Получилось. Вы берете на себя ответственность за дорослей детей. О, Боже мой. Мне сделали Машу. Мне нужно сделать им веселье. Мне кажется, что это ваша стратегия жизни. Когда у людей появляется понимание, что есть кто-то, кто про них поддает, они инфантализируются. Они думают, а почему же я буду что-то сделать, если там есть люди, которые все это сделают. Ну у нас так и получилось. Ну что мне делать, скажите? Я бы на вашем месте дозволил им жить так, как они на это зарабатывают. Проголодь? Так. Бо другого мотива зарабатывать больше в них не появится. Ну я тоже за эту невестку переживаю. Вы думаете, я не даю этот волшебный пенек ей под зад? Я зрозумел вашу головную помилку. Турбота про онуку и турбота про ее батьков – это разное. Турбуйтеся про онуку. Все другие хай занимаются своим жизнью самостоятельно. Это в первую очередь нужно для них, и, может быть, больше для вашего онуки. Она плачет, когда рассказывает о своей мечте жить вместе с мамой. Ей мамы не хватает. Согласна. Спасибо большое. До свидания. До свидания. Да. Я осознала, что нужно побольше разговаривать с Ксюшей, чтобы Маша понимала, что у нее есть мама. Ребенку нужна мама, особенно девочке. А какие отцены Виктории поставили другие бабушки? За самореализацию Вике ставлю 5 баллов. У нее интересные увлечения, но они очень опасны и для нее, и для ее внучки. За воспитание внуков я Вике ставлю 8 баллов. 8 баллов? За вот это 8 баллов? То, как она воспитывает внучку, 8 баллов? Она делает все возможное и невозможное для нее. 2 балла снимаю за то, что этим должна заниматься мама. За хозяйственность я ставлю веки 5. Много лишних вещей, которые не нужны в домашнем обеходе. В частности, шматья. А далее показывать свое життя будет сама бабуся-тренерка Оксана. Вауу, Оксана! Девчонки, у меня сейчас тренировка с внуками. Очень круто, что Оксана занимается разными внуками, прививает им любого к спорту. Та до яких еще занять за лучшиню онуки Оксаны. Она приводит мужчину, я выгляну посмотреть ночью. А вы спите в одной комнате? Да. Вы что, ребята? Какая у вас разница в возрасте? 21 год. Ты *** с мужиком и рядом в комнате ребенок лежит в кровати. Не я первая, не я последняя, что так происходит. Что у такого человека в голове? Хе-хе-хе-хе. Боже, я думал, когда я начинал эту четверку, думаю, боже, какие женщины. Ну вот, ну это что-то проблемы. Так показали такие заставочки. Думаешь, ну, наверное, так все будет лайтово, хорошо. А ты смотришь, думаешь, твою мать, что происходит? Фу, боже, это в следующем выпуске нас ждет. А что в этом было? Фу, я не буду повторяться, ребята. Я в шоке просто. У меня нет слов. Можете сами написать в комментариях, если вы в таком же шоке, как и я. Фух, я думаю, это реально выпуск заслуживает лайка. И увидимся в новом выпуске. А я напоминаю, что их еще в два раза больше. Два выпуска в день. Так что не пропускайте. Всем пока.